МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо, компания Гомель, в студии працюе Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Спорт высоких досягнений. У Гомеля отбылось выездное посажение коллеги Министерства спорта и туризма. Переможца республиканского конкурса профессионального мастерства следствий працюе у Мазыры. Пригожие харизматичные, а галонные смелые. У Гомельской области протягивается отбор девочин на национальный конкурс пригожостей МИС Беларусь 2020. А зараз об этом иншим больше подробязна. У Гомеля мерковали ситуацию по подрихтовке спортивного резерву. Такое питание было вынесено на парадок дня выездного посажения коллеги Министерства спорта и туризма. Об лепших прикладах и яснующих недопроцовках. Материал наших корреспондентов. Дитяшую юнацкую школу по Веславанню у Гомеля открыли у 1962-м. Раз 10 годов установа отримала статус специализованный. У 2013-м Зюшар номер 6 переехала у новый будинок, что дозволило вывести тренировочный процесс на больше высокий узровень. Удельникам выездной коллеги школу демонструють у якости станочего прикладу. Тут нема проблем с апсталяванием. Селета для его набыття с бюджету выдатковали больше, как 100 тысяч рублей. А на споборничествах розного узровня спортсмены Зюшар демонструють снядренные выники. Наша воспитанница Пикулева-Дарина стала призером Европы и мира до 23 лет. Школа на первенстве Дюш заняла третье место из 36 команд. Это отделение Байдарки-Каной. И отделение нашей молодой академической гребли заняли шестое место на первенстве Дюш в этом году. У плане умасования спортивной базы Гэты год для Гомешины можно назвать особливым. В ближайший час будет сдадзена в эксплуатацию крытый футбольный манеж. У жнивни открылась лыжаролерная трасса. Зараз тут проводят занятки для молодых биатлонистов. Державе гэты комплекс обайшовся у 5 миллионов рублей. Али сродки потрачены явно недаремно. Сейчас проводился набор. Выбрались самые лучшие дети перспективные, которые занимались пулевой стрельбой. До этого сейчас они уже показывают результаты. Сейчас будем проводить отборочные на Кубок Беларуси. И вообще результаты в ближайшие годы планируются. Звернуть увагу на большаякосную подрыхтовку спортсменов примушаются в первую шаргу ближайшие буйные международные споборництвы. В этом леку запланованная на наступный год летняя Олимпиада в Токе. По аценции Министерства спорта и туризма выники выступления спортсменов региона недренные. Разом с тем горш пошли выступать легкоатлеты и футболисты. Бадай до кого в уголе нема никаких зауваг спортсмены по академичным вислованне и вислованне на байдарках и каное. Гэты два виды приносят региону амальпалову медалеву. Основа основ любого успеха в любом деле – это специалисты, которые окружают тех спортсменов, специалисты, знающие свое дело, которые окружают спортсменов и которые совершенствуются над собой ежечасно, ежедневно, ежеминутно. Это тренерско-преподавательский состав. Это специалисты, которые сегодня творят чудеса, допустим, в этой гребле. Я уже не хочу повторяться. Это специалисты, которые живут этим делом, просто живут сутками. В час посяжения анализуются усе нюансы, які уплывают на выники выступлений у спортсменов, причем не только Гомельской области. Тут и проблемы с наявностью сучастного инвентара, у некоторых специализованных установок краины. И не за все до отповедающая сучастным потребованиям квалификация тренеров. Еще одна проблема, которая особливо хвалюет Голиновое министерство – переемность. Детей мы набираем достаточное количество, работу организовываем по всем видам спорта. Но вот когда переходим во взрослый спорт, почему-то основная масса этих детей или спортсменов у нас теряется. Не доходит до того результата, который необходим в стране. Поэтому сегодня одна из тем обсуждений, как правильно, как грамотно, на примере отдельно взятого региона, отдельных видов спорта, эту работу выстроить. Это еще не зима, а быть на паготове – самый час. Какая спецтехника все лето выйдет на дороги Гомеля и в области, и как пополняется ее парк, доведалась Марина Жалая. Об такой технице у Гарсапи летась только Марыли. Все лето с Гонором демонструют три новые пескораскидывальники. Они могут опрацовывать в сумме все одразу три полосы – это 10 метров. Попередняя техника была различная только на одну. Кирование автоматичное. Водителю больше не треба выходить с машины. Достатково у кабине на пульте задать необходимые параметры раскидывания супредгололедного материала. Кроме того, сучасные машины могут опрацовывать дороги не только пескосоляной сумесью, а и особенно солью. Выгоды видовочные. Экономия часу, палева, больше широкие махчимости и комфорт для водителя. Кошт навесного обсталевания – 35 тысяч. Разом с машиной – 150. Парк спецтехники треба обновлять. Необходно заменить 20 пескораскидывальников и набыть новые снегоуборочные машины. Четыре машины для уборки снего отрималось купить в этом году. В текущем году нашим предприятиям подготовлено для работы в зимних условиях 59 единиц снегоуборочной техники. В том числе 21 дорожная машина и 12 пескоразбрасывателей. С Борисенки переезжаем на Лазурную. Тут саправдные песчаные дюны. 25 тысяч тонн пескосоляной сумеси подрыхтуют до зимового периода. Это только для гомельских дорог. Еще 6 тонн у Гарса покупать предприемства, автозаправки, дитячие сады и школы. Далее, песок два года тому начали добывать с уластного карьера. Это на 20% снизило кошт готовой сумеси. Именно за заэкономленные гроши селите отрималося набыть новые пескоразкидывальники. До речи, ранее пескосоляные сумеси рыхтовали вручную, по грузчикам. Зараз автоматично с допомогой спецустановки. Якость готовой сумеси, дякуючи этому, так само полепшилась. Пропорция песка и соли – один до одного. Ранее было три части песка и одна соли. У целом по области до работы в зимовый период готова амаль 6 половых сотня одинок техники. На счету порядка 640 единиц техники находится. Из них, в том числе, порядка 50 пескоразбрасывателей, около 200 единиц техники для вывоза, снега для более 200 единиц для очистки. У планах на наступный год – закупка новой техники малой механизации. Это спецтранспорт, призначенный для очистки, например, дворовых территорий и инших мест, где буйная техника по своих габаритах не пройдет. Марина Джала, Валерий Гопанько, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельской области появятся новые маршруты руху тягников – три региональные и один международные. С 8-го снежня поскоренные тягники региональных линий будут курсировать по направлениях Рогачев-Гомель, Рэджица-Гомель и Гомель-Добруш. Так само организованы штуденный рух двух пар тягников по маршруте Гомель-Навазыпков. А кроме этого, белорусская чагунка вводит новый график руху на 2019-2020 год. И он пошел день и шесть 8-го снежня на дорогах краин СНД и Балты, 15-го снежня на просторы краин Заходной Европы. Больше подробную информацию можно доведаться на сайте компании. Так само отменяется комиссийный сбор при оформлении электронных билетов на тягники, який можно будет купить с мобильного телефона. С 1-го снежня они будут обыходиться пассажирам тонней, чем при набытии в билетной кассе. Зараз сбор складает 24 копейки на поездки внутрь краины и 78 копейку в международных напрямках. С 2-го снежня пошла работу мобильная программа для оформления билетов БЧ Мой Тягник. Да-да, так будет працовать на русской, белорусской и английской мовах. В Минске прошел заключенный этап конкурса профессийного мастерства следших, у першиню назначенных на посаду со стажем працы меньше за два года. С пошатку лепших обрали у регионах и столицы, после чего в финальном этапе споборничали 14 человек. И они выращали как территичные, так и практичные задания. А кроме этого проводили огляды мест создания в смоделированных ситуациях и выступали по конкретной теме. По выниках конкурса пераможцей признаны следшим Мазырского районного отдела Юрий Полковниченко. У Гомеля вызначили пераможцей у региональных этапов республиканских конкурсов БРСМ, прационный семестр и волонтер года. Выники подводили у областным палацей творчества детей и молодых. Дмитрий Котов с подрабвязностями. Зараз в регионе денежная около 270 волонтерских отрадов, а это прикладно 7 тысяч человек, которые бескорыстливо допомагают другим людям. Сирот наибольшь ведомых активистов у Гомеля Вероника Рашкова. Волонтерской деятельностью она занимается больше за 10 годов. Героя социальным проектом «Школа добра». Зараз стала первоможцей областного этапа конкурса «Волонтер года». Причем подобное досягнение не первое. Мне это приносит огромное удовольствие. Я не буду спорить, я пыталась от этого уйти. Но на сегодняшний день я понимаю, что это моя жизнь, без этого никак. И я, наверное, поняла свою миссию. И раз люди говорят спасибо, и мы приносим хоть какую-то пользу, значит, есть результат. Ушановують и лучших членов студентских отрадов. Алина Бородулина три года запор выезжала в составе сервисного отрада у лагеря «Орленя». Отрималася и заработать, и отпочить. В наступном году девчонки ждут выпускные экзамены. И там упраца у студотраде застанется уминулым. Однако у памяти будут только яркие вспомины. Если бы меня спросили, что бы я делала в студенческой жизни, и что было для меня очень почетно, я бы сразу вспомнила студенческую жизнь, студенческие студотряды. Я считаю, что должен каждый студент, каждый школьник побывать, поработать в студенческом отряде. Все лето в прационном семестре было задененшено больше за 5,5 тысяч человек. И они працевали в будовнейших, вытворших, экологичных и педагогичных отрадах. Самым популярным, по-раннейшему, застается сельско-господарши. Миновата у этой сферы можно задененшать неполнолетних. Были у этого года и свои особливости. В першине в областном комитете БРСМ приняли решение в якости эксперимента заработать с уместным засводом отрад выротовальников. Идея отрималась по спяховой. Ребята полностью прошли курс обучения на матроса-спасателя и в течение лета работали на пляжах города Гомеля. За первый месяц их службы, потому что это действительно служба, они смогли спасти, действительно спасти 8 человек. И планируем на следующий год также и в районах подключить освод к реализации такого инициативы. Усяхо подчас урочистой церемонии узнагородили коля 30 членов БРСМ. Так само подяку за развитие студотрадовского руху отримали наймальники, какие погодились отдать працу молоди. Обвыннику никто не пошкодовал. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Кветки, веншавания и неводного свободного места в зале. Бенефит заслуженного дейша культуры Республики Беларусь, мастацкого керавника и галунного дирижера, камерного хору областной филармонии Олены Соколовой прошел колледжем мастацтва у имя Соколовского. На им побывала Ганна Корольчук. Олена Соколова народилась в Кирове, в семье урачов. Детинство провела на Волзе. Выдатно скончавшую музыкальному училищу Краснодару поступила в Горковскую консерваторию «Мяглинки», набадая лепший в Украине дирижерский факультет. Потом с мужем переехала в Минск, где арехтовалася стать загадчиком кафедры Института культуры. Планы изменилась у встречи с Александром Рыбальченко, керавником ансамбля песни и танцы Палаца культуры чагуночников, який шукал дирижера для своего коллектива. Так Олена Соколова опынулася у Гомеле. В праздникаторый час я ее запросили у камерный хор филармонии, яким я накерую уже 30 годов. Когда я пришла в камерный хор, там было очень много женщин, 18 женщин было и два тенора, и больше никого не было. Конечно же, классический камерный хор должен иметь состав, иначе неподвластна будет классическая музыка и вообще произведения, которые написаны для камерного хора. Через два года это был уже замечательный коллектив. Мы уже участвовали в международном конкурсе, в Киеве пели, а еще через два года мы получили первую премию в Польше. Зараз у коллективе 25 вокалистов, у репертуара яких – лепшие творы царку на славянской духовной музыке, русская и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры, романсы и джазовые композиции. Камерный хор областной филармонии и агумастатский керауник – лауреаты шматликих международных конкурсов и фестивалей. Высокий профессийный узровень коллектива набыл славу далеко за межами Беларуси – в России, Польше, Франции, Германии, Эстонии и Литве. Повеншевать маэстро с 30 годом творчей деятельности пришли прихильники ее таленту и коллеги – артисты музычной коллективы филармонии. Лена Константиновна, конечно, любит свой хор, любит свою профессию. И люди, которые работают по призванию, это дорогого стоит, потому что есть результат, есть продолжительность этой творческой деятельности. И люди сосредоточены на этом, и у них успехи. Я хочу ей пожелать дальнейшей счастливой и успешной жизни, чтобы она радовалась, чтобы мы радовались успехам нашего камерного хора, и, конечно, чтобы она была счастливой. Усё своё житё Лена Соколова присвятила музыце – соправдной, узнёслой, якая духовно узбухача и слухачёв. В 2016 году и она была узнагороджена медалём Франциска Скарыны за укладу духовности и культуру Беларуси. Подчас бенефису за шматгодовую плённую працу Лену Соколову узнагородили гоноровой грамотой областного совета депутатов. Глебкого здоровья вам, вашему хору, нашим зрителям. А самое главное – той неиссякаемой творческой энергии, которая у вас есть. Вы лучшие, мы вами гордимся, мы вас очень любим. С праздником, и позвольте мне вручить эту граву. Гістория хору – это гістория сузорья-майстро високого класса, каждый из которых уносит уклад у агульный поспех. Что касается самого дирижера, то в особе Алины Соколовой коллектив знайшов безумовного лидера и мудрого керавника. Ганна Кральчук, Яугин Макеенко, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Пригожие, гаразматичные, агалоны смелые. Девчины собрались на районы отбор национального конкурса пригожостей «Мисс Беларусь-2020» у Мазиры. В наступный этап претендентки спробовали пройти лёгкой, упевненной ходой. Подробь обязанностей в наступном сюжете. Будучая перокладщица, педагог, медработник, спортсменка усеяны пришли на региональный кастинг национального конкурса пригожостей «Мисс Беларусь-2020». У счастливую десятку, минавито такой была колькость у дельниц отбору, увайшли у основным студентки. Запрашались и девчаты от 18 до 24 годов с добрыми внешними дадинами. Важное потребование у полезких пригожуй не повинно быть пирсингу и татуировок. «Мисс Беларусь» – это лицо нашей республики, которая должна обладать не только красотой, но и внутренним богатым миром, должна обладать определенными творческими навыками, ну и реализовать себя в дальнейшем в случае победы в данном конкурсе. Главные критерии – девушка должна быть красива не только внешне, но с богатым внутренним миром должна быть, желательно, чтобы она умела держать себя при большой публике. Интеллект все равно виден, даже если задать человеку пару вопросов, все равно видно какой-то уровень образования, уровень интеллекта, развитие человека, то есть видно. Я думаю, что сегодня компетентные жюри все-таки поймет, кто достойно представляет наш регион на этом конкурсе. Прогляд проходил в танцевальной зале Палаца культуры будинок. Открывали его будущая модель в ученице одной из городских школ при Гажосте. Затем ведущий представил пригожих, харизматичных, головно смелых мазыранок, худкая жарабьевка и вось уже я дома, кто себе презентует первым. Я тянула руку, я знала, что я 100% выйти на первый номерок. Это просто какое-то у меня чудовезение, и мне было не страшно, немножко волнительно, но я думаю, это присуще всем девчонкам. А кроме однешних дадзин, жюри оценивала навыки дефиле конкурсантов и их умение триматься на подъеме. Пытались о правоучобу и працу, станичный опыт, как проводить вольный час, какие книги читают и как ставятся до доброчинности. Мне кажется, будущая мисс Беларусь, она должна обладать таким обаянием, добротой, то есть она должна быть где-то щедрая, то есть она должен, человек, девушка любая должна посмотреть на нее и равняться, то есть она должна быть такая фантастическая. У каждой претендентки на корону своя мотивация. Когости подштурхнули сябры, хтости ушел выпробовать себе на тривалость, а хтости кранально емкнулся выконать мару батьков. У меня папа всегда говорит, что я принцесса и я должна пойти. В данном случае отец мой умер летом и я сделаю то, что он меня просил. Он всегда в меня верил, так что я сделаю. Наступный этап областный. Хто с гэтых девчат пройдя, пакуль не вя дома, але надеясь внешняя дадзина и упэлненность есть у кожной и замагаться ее за что. Уладальница к титулу «Мисс Беларусь» отримает переходную корону, премию и право представлять Беларусь на международных конкурсах при ГАЖОСТе. Катерина Юрченко, Святлана Градько, Олег ФИЦТЕР. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». На наступном тыдне в Беларуси стартуются отборочные туры международных конкурсов, які проходят в рамках «Славянского базара» у Витебска. Первым эстафету примет «Гомель». За мягчимость пройти в другой этап конкурса и быть в лику представников «Гомельщины» будут змагаться лепшие выканавцы региона. У состав жюри вводятся представники Министерства культуры, выкладчики Университета культуры и мастерства, а так само ведущие специалисты в галине эстрадного вокального мастерства. Юным и молодым маканавцам представится уникальная мягчимость заявить про себя, а так само принять удел в профессийных майстер-классах. Мероприемство отбудется 5-го Снежня у ГЦК, початок в 12 годин. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова